Здравствуйте, коллеги! С вами Исаков Роман, компания Admiral Markets и рад приветствовать вас на нашем новом видео. Начинается новая торговая неделя, поэтому мы поговорим о том, как открывается, соответственно, фондовый рынок, как торгуются индексы, ну и в целом обсудим, какие события важны для текущей недели. Ну а прежде чем мы начнем, не забудьте поставить лайк этому видео и ваши вопросы оставляйте в комментариях. Конечно, ключевой момент, который был в фокусе внимания у инвесторов, это дойдет ли индекс S&P 500 до 4000, но коррекция началась уже на прошлой неделе. Сегодня уже с открытия европейской сессии мы видим продолжение данного снижения, фьючерс на индекс S&P 500 продолжает снижаться. Причиной этому есть несколько факторов, ну в первую очередь это рост доходности казначейских облигаций, он уже находится на уровне 1,3%, то есть мы фактически уже подошли к уровню января-февраля 2020 года, что, конечно, вызывает некоторые опасения с точки зрения роста инфляции и, соответственно, может спровоцировать также снижение фондового рынка, но на текущий момент также коррекция продолжается. Давайте посмотрим, что у нас сейчас происходит на рынке. Во-первых, из ключевых вещей, на которые важно обратить внимание на этой неделе, но, в принципе, по итогам прошлой недели, то есть да, мы видим, что фондовые индексы фактически прошлую неделю пытались торговаться в таком боковике, но сегодня мы увидим продолжение также данного нисходящего движения. Из позитивных вещей это продолжающаяся вакцинация в США и здесь из Белого дома также поступила информация о том, что будут доставлены порядка миллиона доз, которые были задержаны именно в доставке. Поэтому здесь этот момент тоже важен. То есть сейчас мы, с одной стороны, ждем нового пакета стимулирующих мер, который, безусловно, даст еще одну волну роста, как раз вполне вероятно, что мы до уровня 4 тысяч можем и дорасти, но пока этого нет, настроя фондовым рынкам не хватает. На этой неделе у нас все так же продолжается сезон отчетов и акции, которые будут в фокусе внимания на этой неделе, это Palo Alto, Home Depot, Nvidia, Salesforce и другие. То есть еще достаточно большое количество акций и информации по отчетам будет поступать на этой неделе. То есть мы уже подходим к концу, уже компания отчитывается за 4 квартал 2020 года. Пока в целом мы видим, что отчет идет позитивно, то есть отчитывается лучше, чем ожидалось. И, конечно, это тоже давало некоторый позитив именно для фондового рынка. Сегодня, 22 февраля, отчитается уже непосредственно Palo Alto компания. Также из других компаний, которые будут отчитываться сегодня, быстро просматриваем непосредственно информацию, которая есть как раз на портале Yahoo Finance. Здесь уже крупнейшие компании, пожалуй, все отчитались, но большинство из них на понедельник ничего пока интересного тоже не вижу. Home Depot отчитается во вторник, это будет завтра. Здесь чуть больше должно быть, отчитается также Macy's. Macy's будет отчитываться во вторник. Из других компаний просматриваем. Ну, если вы что-то заметили, то здесь важно, чтобы вы тоже для себя отмечали компании, которые для вас важны. Также Vertex отчитается во вторник. В среду будет отчет от компании Nvidia. Nvidia довольно-таки показывала неплохую динамику, конечно, за последнее время. И, опять же, здесь тоже важно понимать, как компания движется дальше, но, скорее всего, отчет будет по компании позитивным. Также компания 3D System сочетается, Nvidia и из других компаний. Ну и, пожалуй, все. То есть, остальные уже не такие крупные имена. 25 числа будет отчет компании Salesforce. Salesforce покупает, ну, делает довольно-таки большое количество покупок, пока стоит. Поэтому с точки зрения, не по сервису, ну, такие классические показатели, как P-Ratio. Конечно, компания перекуплена, но мы видим, что она просто скупает тот же Slack, да, то есть какие-то другие компании, для того, чтобы расширять уже свое предложение на рынке. Также должна отчитываться компания Airbnb, да, на этой неделе. Вот сейчас посмотрим. Нет, это, скорее всего, будет уже чуть позже. И в пятницу уже, соответственно, также отчитаются другие компании, но тоже здесь каких-то ключевых имен не видим. Ну, как я уже сказал, то есть также компания Airbnb отчитается на этой неделе. Они только вышли на IPO и вряд ли тоже что-то можно сильно хорошего у них ожидать. Все-таки сектор туризма, и он не самый сейчас востребованный, как мы понимаем. First Solar, да, также отчитается, вот я обратил еще внимание, в 25-го числа, да, в четверг. Теперь, что ждать нам по событиям, которые сейчас происходят на рынке. Сегодня, в понедельник, будет выступление Lagarde, а также индекс делов климата по Германии, да, ключевой экономики еврозоны выйдет. Во вторник в Японии выходной. В Великобритании будет изменить число заявок на пособие по безработице. Здесь мы видим, ожидается прирост. Предыдущая была 7 тысяч, прогноз на 134. То есть, вероятно, здесь тоже это сказывается на усиливающейся все еще количество безработных в Великобритании. Но на британскую валюту пока это никак не сказывается. Британский фунт продолжает расти. Во вторник также будет выступление Паула в 17.00 по терминальному времени. В среду данные по ВВП по Германии. Также будет пресс-конференция Резервного банка Новой Зеландии. Здесь тоже важно обратить внимание, так как для европейского часового пояса это будет ночь, так как это Новой Зеландия. И также продажи нового жилья выйдут в среду. Здесь, в принципе, ожидается небольшое снижение на новом жилье. Но, как мы видели ранее, на прошлой неделе количество именно вторичного жилья прирастает больше. То есть, видимо, покупают пока больше именно вторичного жилья. Ну и выйдут данные по ВВП в США в четверг. Здесь пока предыдущее значение совпадает с прогнозным на уровне 4%. Ну и пятница завершится данными ВВП как раз во Франции, в Швейцарии. И будет также саммит лидеров ЕС начнется в пятницу. То есть, вот, ну, собственно, нет каких-то таких ключевых событий. То есть, все-таки рынок ждет все больше тех вещей, которые могут непосредственно двигать рынок с точки зрения монетарной политики. Да, ждем подтверждения пакета стимулов от США. Да, к тому же, Джанет Йеллин на прошлой неделе поддержала, да, всесторонний данный проект. Но, возможно, на этой неделе будут уже какие-то подвышки. Мы сможем видеть прогресс в этом отношении, потому что рынкам, конечно, этого не хватает. А теперь по инструментам. Ну, давайте мы начнем с S&P. То есть, здесь это будет более правильно для того, чтобы как раз показать общую картину. S&P продолжает снижаться. То есть, фактически, прошлой неделе она закрылась, ну, пыталась закрыться в таком небольшом боковике. То есть, да, была коррекция. Но сейчас мы торгуемся в области поддержки на 3,860. И уже день торгуется в негативной зоне по отношению к прошлой неделе. Поэтому здесь у нас пока продолжается нисходящая формация. Соответственно, в этой связи мы можем как раз видеть продолжение падения фондового рынка. И, соответственно, укрепление американского доллара. Поэтому, например, позицию на ослабление американского доллара по доллар-иене я закрыл. Но об этом тоже чуть позже. И в этой связи у нас по евро не так радужно сейчас выглядит. Как раз перспективы роста в область 1,22, в область 1,23. Вполне вероятно, что из текущих уровней по евро мы тоже можем увидеть коррекцию. К этому тоже нужно быть готовым. Но пока она еще не произошла. Поэтому здесь там входить на покупку я, безусловно, не буду. Потому что сейчас, во-первых, не самые оптимальные цены. Мы практически в середине диапазона находимся. Но риск как раз коррекции, он здесь сохраняется. Поэтому по евро, если мы сегодня сможем закрепиться ниже минимальной значения пятницы, то, вероятно, как раз вот эта коррекция начнется. Но следим за S&P 500. И, безусловно, за тем, как откроется Америка. И будут ли они то падение, которое сейчас уже идет на фьючерсах, будут ли его откупать. По британской валюте. Опять мы торгуемся по локальным максимумам. То есть мы видим, что британская валюта крайне перекуплена. Опять же, входить на продолжение роста сейчас крайне опасно. Вероятность коррекции, она становится все выше и выше. Вполне вероятно, что в британской валюте в ближайшее время тоже это произойдет. Особенно, если мы сможем закрепиться как раз ниже минимальной значений пятницы. То это даст виток снижения как раз с точки зрения часового таймфрейма. Мы можем увидеть начало коррекционного движения. А по паре американский доллар, канадский доллар. Вот здесь интересно то, что мы сейчас торгуемся в области поддержки. Как раз, которую мы видели в январе, в середине февраля. Из текущих уровней как раз возможно возобновление, укрепление американского доллара. Как раз на фоне падения также фондового рынка. Поэтому здесь, если будут интересные точки для входа. Плюс-минус по текущим уровням. Но, скорее всего, уже если сигнал будет сформирован завтра. То, или завтра, или послезавтра. Ну, в течение этой недели. То данную валютную пару я тоже для себя рассмотрю. Как возможность входа на покупку. Да, контртрендово. Но на фоне снижения американского как раз фондового рынка. Здесь волну роста еще одну мы вполне можем увидеть. По крайней мере, в область 1,2870-1,29. То есть, в область максимальной значения начала февраля вполне можем мы еще раз сходить. Поэтому за парой американский доллар, канадский доллар я тоже пристально слежу. По паре американский доллар, японская иена. Здесь начиналось у нас нисходящее движение. Мы видим, что с точки зрения дневного таймфрейма у нас есть предпосылки на то, чтобы у нас идет, начинается вот как раз восходящая формация, восходящее движение. В принципе, такой уровень, который здесь был, это область максимальной значений ноября. Обновление которых уже даст предпосылки как раз выхода из того боковика, который был. И продолжение роста. Вполне вероятно, что доллар и иена может как раз развернуться, начать вновь, ну что называется, расти. Поэтому здесь тоже нужно быть аккуратным. Я пробовал шортить, то здесь я открывал сделку пока все еще по тренду, но она не получила сильного развития. И фактически сегодня уже мы начали торговаться выше максимальных значений, которые были сформированы в пятницу. Поэтому здесь я, ну вот руками, как раз буквально за несколько минут до начала записи данного видео, позицию закрыл. Вот та позиция, которая у меня была открыта как раз 18 февраля. Здесь я ожидал более продолжительное снижение. Конечно, если бы мы не обновили локальный максимум, то я бы возиться продолжал удержать. Но так как это произошло, я закрыл позицию в небольшом плюсе и продолжу смотреть, остановится ли данное падение и начнется ли у нас как раз рост по данной валюте. Но входить на покупку здесь я уже, конечно, не буду, потому что мы торгуемся довольно-таки высоко. Поэтому если уж и покупать, то в области там минимальных значений. Поэтому в этой связи сделка по паре американский доллар, канадский доллар выглядит наиболее интересно. Австралиец, вот видели мы, да, по австралийцу, по новзеландцу обновление локальных максимумов, выход из зоны перекупленности, ну, точнее, вход в нее, да, то есть мы видим, что австралиец довольно-таки перекуплен сейчас. Входить на рост не имеет смысла, ждем на коррекцию и после этого уже только заходить. Вполне вероятно, что здесь может сыграть как раз сделка еще так же на понижение как раз текущих уровней. Но посмотрю, да, здесь у меня пока нет уверенности, буду ли я в эту позицию входить или нет. Но, по крайней мере, здесь тоже нужно понимать, что, скорее всего, в ближайшие несколько дней здесь может начаться коррекция. И то же самое у нас по новозеландцу. Мы тоже доросли до области максимальных значений, которые мы видели в начале этого года. Даже немножко переписали этот хай, но видим, что пока недостаточно сил по данной валютной паре двигаться дальше. То есть мы видим вот такой боковик, то есть дошли до верхней границы. Вполне вероятно, что с текущих уровней мы можем увидеть также разворот и нисходящее движение. Здесь тоже нужно на это обратить внимание. Золото. Золото продолжает снижаться, особенно на фоне как раз роста доходности казначейских облигаций. Это тоже важно понимать, то что золото будет терять больше всех активов уже непосредственно от этого. Потому что и золото будут выходить, и золото будет перекладываться опять же в облигации или фондовый рынок. И поэтому золото будет терять свою привлекательность. Но на текущий момент мы дошли до области поддержки, которая была как раз в ноябре прошлого года. С текущих уровней. Там, где мы находимся сейчас, я говорю уже, что я для себя бы рассмотрел непосредственно покупки. Сегодня мы смогли закрепиться выше максимальных значений четвергой и пятницы. Поэтому я поставил отложенный ордер по цене 1769 долларов за троскую унцию. То есть, если мы скорректируемся в эту область, то в золото я бы вошел небольшим объемом со стоп-лоссом как раз за минимум пятницы. А для того, чтобы, опять же, я не жду здесь сильного разворота, но вполне вероятно, что мы можем прийти по крайней в область 1850. Вполне можем прийти там в 1900. Но более вероятно как раз в область 1850. То есть, там, если сработает эта позиция, то здесь я бы уже, соответственно, фиксировался и смотрел уже также предпосылки на продолжение как раз нисходящего движения по данному инструменту. Поэтому ждем, жду сигнала по, ну точнее сигнал уже был по золоту для меня, жду его реализации. Индекс DAX тоже чувствует себя не очень хорошо, тоже продолжается коррекция. Собственно, сегодня мы видим тоже повышенную волатильность открытия. Мы видим, что DAX снижается. Уже немножко переписали минимальное значение четвергой и пятницей, поэтому вполне вероятно, что если мы не увидим закрепление выше максимального значения пятницы, то негативный фон для европейского фондового рынка тоже сохранится. Корреляция с индексом S&P500 здесь крайне высока. Поэтому сейчас, ну опять же, переходим уже на индекс S&P500, то есть по часовому таймфрейму. Если, опять же, с текущих уровней, если появится сигнал на разворот, я бы все равно рассматривал возможность покупать. Вопрос, какие цены будут. То есть, скорее всего, если здесь и будет сделка, то она появится завтра, послезавтра, вторник, среда. Поэтому здесь, как долгосрочная идея, то есть да, я бы S&P500 купил, но опять же не по текущим ценам. Ждем остановки вот этой коррекции, тогда уже принимаем решение по входу в данную позицию. Ну и нефть. Нефть к концу недели, к концу прошлой недели немножко тоже скорректировалась. В четверг, пятницу мы видели коррекцию по нефтемарке Brent. Но общая пока тенденция сохраняется все-таки восходящей. Мы торгуем сейчас по 63. А вполне вероятно, что до отметки 70 мы можем прийти. Ну, понятно, что может быть не сразу. Вероятность технической коррекции здесь вполне может быть. Можем опуститься до 60, до 59. Оттуда уже дальше продолжить рост. Ну, опять же, здесь скорее всего на каком-то позитиве с точки зрения переоткрытия экономик или падения добычи именно нефти в связи с приходом холодов в США, вот это уже может тоже подстегнуть как раз котировки нефти. Но пока, опять же, заходить по текущим ценам, я думаю, что не имеет смысла. Если были последствия открытые раны раньше или по нефтяным компаниям, или непосредственно по самой нефти, то пока имеет смысл держать. Но нужно быть крайне тоже аккуратным в этих действиях. Неделя у нас довольно-таки, ну, как и предыдущая. То есть, опять же, сейчас рынок следить больше не за тем, что у нас выходит в экономическом календаре, потому что уже много заложено в цены, а уже непосредственно то, как будет действовать ФРС, как будет действовать ЕЦБ, и уже исходя из этого рынок на это дает определенную реакцию. Потому что это сейчас более важно, особенно если будет больше денег, если инфляция будет расти не так быстро, если будет определенное замедление, опять же, в росте доходности казначейских облигаций, то это может дать как раз позитив на фондовый рынок. Но пока, к сожалению, мы этого не видим. И вполне вероятно, что коррекция может быть чуть более затяжной. Вполне вероятно, что коррекцию там на 5-7% по S&P 500 мы сможем увидеть. Но обязательно будем за этим следить и освещать уже в наших следующих видео. Всем желаю хорошей торговой недели. Не забудьте поставить лайк к этому видео, если оно вам понравилось. Вопросы оставляйте в комментариях. Ну, а мы с вами увидимся в среду и продолжим смотреть, что на рынке происходит. Всем спасибо за внимание и до свидания.